Иначе человек не может вырваться из этого стресса. И так вина заканчивается. Человек в себя обвиняет, 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 ничего не меняется в жизни. И дальше начинается паника. Это седьмая стадия. Человек уже не знает, что ему вообще делать. Он метается и туда, и сюда, и разные способы ищет всякие. Но так как он в целом не хочет принять судьбу, а он хочет вернуть ситуацию, понимаете? Когда стресс наступает, Бог для чего его делает? Чтобы человек пока не примет судьбу, пока не победит себя, победы не будет. Понимаете, стресс для чего нужен? Чтобы человек научился принимать судьбу, а не возвращать ситуацию. Поэтому человек паникует, потому что он хочет вернуть все назад, а все равно ничего не получается. И человек входит в панику, и наступает такой интересный момент, восьмая стадия стресса. Где-то через год всего стресса, вот он длится очень долго, вот это все. Где-то через год человек вдруг опускает руки, неожиданно. И такое чувствует, да мне все равно, как будет течь моя жизнь. Мне ничего не нужно вообще в жизни. Я не хочу ничего этого, не хочу этой жизни даже самой. Все. И человек впадает в депрессию. А вот потом депрессия, это уже, это протест такой, окончательный протест перед своей судьбой. Перед тем, что так в этом мире устроено, что есть страдания, что есть испытания в жизни человека. Даже суровые, жестокие испытания. И человек это последняя стадия протестов, в которой человек просто не знает, как жить, что делать. Он уже не верит, что все вернется назад. И верить во что-то другое он не хочет. И в депрессии можно жить всю жизнь потом дальше. Но обычно она длится не меньше полгода. Это длительная вещь. Когда человек все-таки решил жить дальше, то он сначала пытается понять, а что делать-то вообще? Что делать? И сердце ему подсказывает на девятой стадии стресса, а делать нечего. Вот что бы ты ни делал здесь в этом мире, ничего тебе не поможет. Вот что бы ни делай, все будет плохо. Смеетесь, узнали себя, да? Ага. Там делать нечего, а ты не думаешь, чем ты не понимаешь? Да, вот это уже не девятая стадия, это уже десятая. Ну вот и человек живет, в этом делать нечего какое-то время. И вдруг неожиданно он понимает, что есть какие-то другие виды действия, которые мы не понимаем. Как одна женщина подошла ко мне и говорит, Олег Геннадьевич, я всю лекцию послушал, спасибо вам большое. Вот у меня такая ситуация, что делать? Я только хотел рот открыть. Она говорит, только не говорите, что молиться, скажите что-нибудь практическое. Ну то есть, как бы человек хочет что-то практическое, значит, он до девятой стадии не дошел. Все пока. Но на девятой стадии человек знает, что ничего практическое не работает, нужно что-то другое, чего мы не знаем, чего мы никогда не делали, мы так не жили, мы этого не понимаем, этот способ жизни нам неизвестен. И в этот момент человек принимает реальность, счастье, он соединяется с временем в этот момент. Понимаете, что страданий никакого нет, если человек соединяется с временем. Вот смотрите, допустим, у меня время заходит в позвоночник. Ну то есть, так устроен мой организм, что позвоночник принимает на себя весь удар судьбы. То есть, я в принципе должен был быть уже бездвижен, вот сейчас. Но, так как я знаю, что происходит, то есть, я делаю такие упражнения, то есть, я назад вот так сгибаюсь, или вперед, или на голове стою. И вот упражнения делаю долго-долго, полчаса, и молюсь. И постепенно я успокаиваюсь глубже, 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 и в какой-то момент я начинаю сознавать, что у меня очень скованный позвоночник. Даже загнуться я сильно не могу вперед, я вот так сгибаюсь, оно расслабляется, тело медленно, медленно, медленно. Я начинаю видеть, чувствовать те зоны, где там скопилась энергия времени, там наступает сначала сильная зажатость, и хочешь разогнуться. Потом наступает такой болевой эффект. И в это время я молитвой, с молитвой принимаю эту боль. Вот эта зажатость, тяжесть в спине, которую раньше я даже не хотел переносить, даже думать об этом. Я сейчас просто принимаю, и когда я ее принимаю, она расслабляется дальше. И я опять сгибаюсь чуть больше. И так за полчаса, вот я сначала прямо сесть даже не могу, а за полчаса я сгибаюсь пополам полностью. Полностью тело расслабляется, становится молодым. Ну то есть нет никаких зажатостей, никаких болей, оно становится нормальным, все, через полчаса. Я вам сейчас просто практически этот пример привел, как человек должен действовать. Это касается не только позвоночника, это касается вообще любой ситуации. Вот допустим, ушел муж, это тоже боль, только она находится в уме, уже а не в теле. И человек должен с помощью звука, потому что в это время я же молюсь все время. То есть человек, слушая голос старшего и молясь вместе с ним, должен в конце концов принять ситуацию так, что она становится терпимой. Он ее как бы вытерпливает. Это означает принять, значит вытерпеть. То есть ты молишься, 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 и у тебя раз, как вот девушка говорит, я теперь чувствую, как это тяжело. Когда человек ситуацию принимает, он также оценивает объем работы в этот момент в сердце. Как одна женщина мне говорит, Олег Геннадьевич, что вот с этим делать? Там мы стояли в коридоре, общались. Муж там как бы уходит там и то да сё. И я говорю, вот надо принять ситуацию. И она такая раз, вдохнула, выдохнула, говорит, так это же очень... Я говорю, и молиться, чтобы преодолеть. Она говорит, так это же очень тяжело. Это же очень тяжелая, оказывается, ситуация. Я говорю, вот теперь вы поняли, что за ситуация. Когда человек бежит от нее, он не хочет терпеть боли, вот эти все стадии стресса идут. А если человек имеет источник счастья, если он верит уже в Бога, как вы думаете, он в стресс попадет или нет? Нет, потому что стресс означает, веры нет у человека, он верит только в себя. Или неправильная вера. Вот почему человек попадает в стресс. Сейчас ко мне девушка подходила, Олег Геннадьевич. От меня ушел близкий человек. Я его жду уже год. Я говорю, он не вернется. Это видно. Можно видеть, я могу точно говорить, вернется или нет. Четко видно. Связи нет, пустота в отношениях. Я вижу отношения. Говорю, не вернется. Она говорит, я тоже чувствую, что не вернется. Но я его жду. Я говорю, а почему вы ждете? Он же не вернется. Я говорю, не могу оторваться от него. Это означает, что человек верит в человека, а не в Бога. Поняли, да, что такое стресс? Неправильно направленная вера. Человек верил в то, что надо, получит, что такое стресс. Я, человек не может поменять веру. Это называется высшая цель жизни. Что такое вера? Это высшая цель жизни. Если ребенок высшая цель жизни, а не Бог, значит, ребенок станет причиной стресса. Если мужчина высшая цель жизни, мужчина станет причиной стресса. Если квартира высшая цель жизни, квартира станет причиной стресса. Знаете, это закон. Бог никогда не позволит никому, кроме себя, вам иметь высшую цель жизни. То есть если вы кроме Бога кого-то еще назначили своей целью жизни, то однозначно вы попадете в стресс, потому что когда время нахлобучивает человека, плохо начинает действовать, то в это время человеку нужна дополнительная сила. И он эту дополнительную силу берет от того, в кого он верит. И в этот момент весь расколбаса начинается. Вот допустим, я верю в жену, время накрывает меня, мне же нужно силы, я счастье должен брать от того, в кого я верю, я начинаю ее третировать в результате. Она не выдержит, уходит. Вот и все. Вот так все и происходит. Почему человек бросает тебя? Потому что ты замучил его просто и все, а сам этого не понимаешь. Ты от него требуешь то, чего у него нет. Мы с вами все ограничены в своих возможностях, у нас очень мало энергии. То же самое, вы ко мне подходите, Олег Геннадьевич, помогите мне. Но я такой же, как вы. Если я не думал бы о старшем в это время, я бы просто за 5 минут общения вот такого просто бы сгорел. У меня бы батарейки кончились, понимаете? Ну так как я думаю о старшем, думаю, помоги Господь ей. В это время идет помощь. Ну так вам что, самим так не настраиваться? Какая разница, что вы сами так будете думать, что я? Самим же удобнее. Олег Геннадьевич не всегда будет рядом. А вы сами с собой всегда рядом. Может вам переключатель сделать? И все тогда будет нормально. Жизнь начнет налаживаться. Вот этот переключатель сложно найти у себя внутри. Надо изучать это все, пробовать. И в момент опасности он сработает. Так 10 стадия — это принятие реальности. или принятие того, что есть Бог, что есть высшие силы, есть помощь в этом мире, есть победа. Но она находится в другой сфере деятельности. Человек должен отвлечься от себя и начать служить другим, жить для других. Как одна девушка ко мне подходила все время, я приезжал к ней в город. Она говорит, Олег Геннадьевич, я не могу завыти замуж. А у нее очень тяжелая судьба. Очень тяжелая. Я думал, она вообще не выйдет замуж никогда. Ну, что-то там не намечалось внутри. Я смотрю, что-то может быть. Я и говорил, вот надо вот так действовать. Я не могу сказать, когда ты выйдешь замуж. Просто вот надо служить девушкам там, заботиться обо всех, думать о Боге, забыть про себя. И просто радоваться людям. Обмен вот этой любви совершать со всеми вокруг. И она старалась, старалась, это делала. Год я приехал, на следующий год, три года прошло уже, она все это делает. И она говорит, я что-то делаю, никого нет, даже не знакомится никто со мной. И она уже такая немолодая, и он говорит, у меня даже ни одного парня не было за всю жизнь. Никто со мной даже не познакомился за всю жизнь. Такая тяжелая судьба. Я говорю, все равно у нас нет выхода с тобой, надо продолжать. Ну, то есть нужно вот так действовать. Она молилась, всем любила, о всем заботилась. Даже ко мне приезжала, помогала, готовила там. Заботилась, когда я приезжал тоже. Там ребята, девчата, всегда кто-то находится, кто мне помогает. И в следующий год, на четвертый год, я приехал, и я смотрю, она такая веселая, такая счастливая, радостная. Я так удивился, говорю, что вышла замуж. Она говорит, а я вот, знаете, как-то забыла об этом во всем. Мне так хорошо, я вот чувствую, как большая семья, у меня есть столько друзей, подружек. Я всех люблю, забочусь обо всех. И в какой-то момент у меня переключилось сознание с вот этой мысли. И мне как-то хорошо стало просто жить. Я думаю, Бог ты мой, совершилось чудо. Ну, то есть вот это и есть то, чего человек должен ждать. Когда он забывает о своей проблеме, когда он начинает думать о других, служит всем, заботится. В этот момент он получает от Бога то, чего он должен получить. В этот момент. И если по судьбе этого момента не положено, а ты просто своими силами этот момент создаешь, значит, ты побеждаешь судьбу. Иногда этот момент по времени положено. Вот ко мне девушки не подходят, не спрашивают, когда я выйду замуж, когда пришло время замужества. Знаете почему? Потому что у них сердце успокаивается, все хорошо, они румяными становятся и вообще нет проблем. Поднимите руку, у кого вот так сейчас произошло. Все, вот все, кто подняли руку, все у вас нормально. Значит, скоро замуж уже. И так получилось. Она, когда вот это сказала, я смотрю, говорю, так все, значит, скоро будет человек у тебя рядом. Она говорит, дай, что-то я даже не хочу об этом думать. И продолжает, такая счастливая все. И такого Бог дал ей классного человека, просто замечательно. Вот буквально через некоторое время все, она вышла замуж. Сейчас живет с мужем, счастливая семья. Просто поймите, поймите, что все это происходит только потому, что мы кроме того, что мы здесь хотим наслаждаться, спать, сон души это называется. Я хочу, чтобы у меня все хорошо было. Это сон души. Душа обязана трудиться еще, понимаете? Трудиться. А труд души означает, вот Бог дает испытание, и душа через отношения с Богом перемалывает это испытание. Вот для этого должна начать человеческая жизнь. И вот эти именно периоды страданий, которые мы проходим, перемалываем, побеждаем судьбу, именно эти периоды являются настоящей жизнью. А все остальное это просто то, что не имеет слишком большого значения. Там наша семья, дом, все. Все это уйдет из жизни. А? Куда уйдет? В никуда. Просто в никуда. Сейчас вам расскажу, если не верите. Думаете, я все это придумываю? Сейчас расскажу. Я изучаю это на примере своей жизни. Своей жизни. Я когда был маленьким, мне было всего 4 года, 3,5, то мой дедушка родной, он очень похож на меня, я в него. Он уходил из жизни. То есть он лежал, уже не вставал. И он так сильно меня любил, что он дождался, когда я приду. А только потом оставил тело. Я ушел, и через минуту он уже все, ушел из жизни. Дождался, когда я пришел из садика и ушел из жизни после этого. И мне все время хотелось понять, как устроена его дальнейшая судьба. Я в результате взял его, включил его в память свою и начал молиться, искать его. Искать его тонкое тело. Молился, 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 искал. Потому что я знаю, что человек вечный, он никуда не умирает, никуда не девается, он всегда живой. И я нашел его в Китае. Я почувствовал, что он уже взрослый человек, что ему уже столько-то лет и так далее. Он взрослый уже, потому что мне тогда 4 года было. То есть он ушел, человек обычно получает новое рождение где-то в течение года, двух, трех, после того, как он уходит из жизни. И он уже взрослый человек, чуть помладше меня, в Китае. И я сразу внутренне, потому что человек может почувствовать связь. Я начал с ним устанавливать связь. Я почувствовал, что он переживает. Он переживает, волнуется, чувствует, что какая-то старая забытое что-то произошло. Ему аж прямо тяжело стало, он что-то начал вспоминать. Но вспомнить никак не может. И я не стал дальше экспериментировать. Я просто понял, что он все, что было с ним в этой прошлой жизни, он забыл напрочь. Напрочь. То есть это все другая жизнь. Китайский язык, русский до свидания. Вот. Другая семья, другая жизнь. Все-все-все другое. Контакты, связи остаются. Можно вспомнить человека. А отклик идет. Но сам он этого не понимает. И будьте уверены, что с вами произойдет со всеми то же самое. Вот то же самое. Но все священные писания утверждают, что если человек отношения с Богом строит, эти отношения не забываются. Они остаются. Человек вспоминает свою веру, свою способность побеждать судьбу, свои накопления внутренние. Поэтому вот в этих периодах жизни, когда человеку тяжело и он побеждает судьбу, эти периоды кульминация жизни. В это время вся память вот этой победы остается с человеком, передается в следующую жизнь. Это и есть наше развитие. Развитие не означает больше денег научился зарабатывать, больше красоты, больше возможностей в жизни. Развитие означает вот в те промежутки времени, когда человека накрывает судьба и он ее побеждает. Вот это остается навечно. Никогда не разрушимая вещь. Я еще спрашивал специально об этом у старших. Я спросил, а маленькое накопление душевное, чуть-чуть больше к Богу приблизился, забывается? Нет, ответ был. Нет, никогда не забывается. Поэтому в этом цель нашей жизни мы должны осознать себя душой. Когда человек осознает себя душой и Бога воспринимает как высшую душу, тогда в этом случае он достигает высшей цели человеческой жизни. Он все может вспомнить, все, что было у него в этом мире, все он вспоминает, все понимает. И он становится мудрецом, высочайшим мудрецом. Но путь вот к этому победе, к этой силе душевной, он непростой, у каждого свой, то есть надо просто туда идти. Одиннадцатая стадия — это начало перемен. Как только человек начинает духовной практикой заниматься, а без этого невозможно выйти из стресса. Разные бывают духовные практики. Кто-то ходит в храм каждый день, кто-то вокруг святого места обходит, кто-то обливается святой водой, кто-то читает о жизни святых людей, кто-то кланится алтарю, кто-то свечки ставит на алтарь, кто-то просто ходит и работает в храме, что-то делает, кто-то еще что-то делает. Понимаете, есть разные способы духовной практики, каждый выбирает свой способ. Но в Священном Писании все как один описывают, что вот этот способ произнесения молитвы звуком является самый сильный, потому что разум крепнет, усиливается, побеждает судьбу только в звуке, только в звуке. Поэтому и ребенок кричит «Мама!». И когда человек так же Бога зовет, как ребенок кричит в свою маму, он достигает победы. Ну, то есть, можно в отчаянии Бога звать и достигать победа, можно в утверждении. В отчаянии человек, когда зовет, он получает контакт немедленный. А когда человек повторяет молитву, слушая старшего, то он достигает силы в отношениях с Богом. Понимаете, есть два способа – отчаяние и сила. Отчаяние – способ для очень сильных людей. Монахи так молятся, они плачут по Богу. Но обычный человек не способен на это. Поэтому мы опираемся на старших. Вот есть голос тех людей, которые думают о Боге, и мы вместе с ним, когда молимся, мы побеждаем судьбу таким образом. Это проще метод, проще. Сам человек не может. Или он попадает в ситуацию очень тяжелую, отчаяние вырывается из сердца, и тогда он с Богом соединяется. Или он действует вот этим древним методом проверенным. Думает о старшем, а память включает, если есть отношения с наставником, помнит о нем и молится, или слушает голос тех, кто молится. Просто тех, кто вдохновляет. Не обязательно вашего наставника. Просто вас вдохновляет эта молитва, и все. Этого достаточно, потому что важно именно включиться вот это действие, направленное к Богу. Если действие кто-то совершает, ты включился, все, значит, у тебя будет все развиваться. Потому что мы сами не можем обычно включаться, мы забываемся. Начинаем молиться, нас судьба выталкивает. С помощью памяти оно это делает. Человек начинает молиться сам по себе, без голоса, без звука старшего. Просто сам сел, молится. Изнутри, из сердца в это время выходят разные мысли. Это так действует судьба. Она через память, через мысли, эмоции действуют. Мысли выходят, бац, молитву свалило. И человек думает уже о своей жизни, не о молитве. Вот чтобы этого не происходило, нужно слушать голос тех, кто молится, и поддерживать себя в этом состоянии с помощью слушания. Когда ты слушаешь, разум уже не свернешь. И человек бодрячком остается во время этого слушания. Продолжает, продолжает побеждать судьбу, пока она не будет побеждена. Постепенно у человека в 12 стадии появляются новые возможности жизни. Жизнь меняется, новый виток жизни наступает. И потом на 13 стадии человек начинает видеть, как теперь будет протекать его жизнь. Она по-другому, другой. После стресса старая жизнь не возвращается назад. Человек переживает длительный стресс. Обычно стресс длится от полутора лет до, невозможно сказать сколько, может быть несколько жизней. Когда человек стресс переживает, то он имеет другую жизнь дальше. Она старая, уже все, до свидания, новый виток судьбы наступает. И обычно за одну жизнь человек переживает один только такой серьезный стресс. Если кто-то скажет, что он два пережил, то это значит, что жизнь очень плотная. Плотничком Бог так. Обычно второй раз, когда то же самое происходит, человек уже не теряется. Вот поэтому мне нравится фильм «Белое солнце в пустыне». Посмотрите по этой теме стресса. Там все себя вели, как будто они святые в этом фильме. Потому что святой человек не боится смерти. Святой человек не выходит из равновесия. Он не злится ни на кого. Он всегда улыбается. Он всегда думает хорошо обо всех. Понимаете? И там все вот эти старики, когда там динамит взорвали, у них шапки слетели. Они такие сидят, не двигаются. Спокойные. Спрашивают, откуда динамит? Они «Давно сидим». Ну такие спокойные. Тоже этот Саид тоже там, его в песке нашли. Он такой смотрит, такой «Давно, говорит, ты здесь?» Тот подходит тоже, спокойно к нему подходит. «Ты давно, говорит, здесь?» Он вообще смотрит на него, ничего не отвечает. Я говорю, смотрит на него. Чистого святости. Потому что обычный человек так вести себя не может. Для этого нужна связь с Богом. Представьте, тебя зарыли в песке, ты должен погибнуть через несколько часов от солнца. А ты просто смотришь, кто-то подходит, обычно «Спасите, помогите». Человек не реагирует, улыбает, смотрит просто на него и все. Вот. Это признак совершенства. Совершенства жизни, что человек способен не реагировать на ситуацию совсем. В фильмах это показывают так, игра актеров. Но в жизни такого не бывает. Когда самолет затрясло и заорал. Контакт был нарушен в этот момент с Богом. Не успел среагировать. Потом я, естественно, начал настраиваться, успокаиваться. Но не сразу все произошло. Итак, 14 стадия — это рост, развитие. Человек наступает. Период такой, что человек становится мудрее после этого стресса. Теперь, что бывает? Что бывает? Самое ужасное бывает, если затягивается депрессия, хронические заболевания начинают заплеваться. Какие признаки вообще депрессии? Что вот это за состояние такое? Человек долго спит обычно, поздно встает с постели, не может рано вставать. Волевая слабость наступает. Дальше человек обычно поздно ложится спать, наедается на ночь. И в депрессии мужчины обычно предотвращают к алкоголю. То есть для мужчины депрессия — это вот какие дела. Ну то есть он пьет постоянно, выпивает. Для мужчины так депрессия протекает. Мужчина в депрессии обычно не живет, потому что у него воля по-другому устроена. Он живет в спирте, а не в депрессии. А женщина, она как растение становится в депрессии такая. Мам, может я покушаю? Покушай, дочка, ты уже третий день здесь стоишь. Понимаете, ну то есть как бы вот так вот. Депрессия означает инертность психики. Разум не работает, человек безвольный, не знает, что делать в жизни, как жить. Вот такая ситуация. Но это означает, что человек не вышел из стресса. Кто надолго остается в стрессе? Люди, которые не знают, что есть Бог, невежественные люди, атеисты. Второй тип людей. Люди, которые знают, что есть Бог, знают, что есть вера, но они очень оскорбительно относятся к религии, к вере. Или ненавидят другие религии, ругаются постоянно на тех, кто идет другим путем, допустим, вере. Или ругаются на своих же, оскорбляют кого-то политикой, занимаются внутри веры. То есть злятся на всех, там ненавидят. Такие люди тоже из стресса не выходят сразу. Сомневающийся человек. Он вроде бы есть вера, но постоянно у него сомнения. Может, это все не так, может, это все выдумка. Он постоянно в сомнениях живет. Такой человек тоже долго не выходит из стресса. Ну, то есть, выходит, кто? Кто встает на правильный путь? Путь настоящей веры, он светлый, чистый, свободный от злобы по отношению к кому-то, свободен от грязи в сердце. То есть человек уважительно ко всем людям относится, какая бы судьба у человека ни была. Есть преступники, есть люди другой веры. Человек всех уважает, идет своим путем. Как бы не против ничего, но у него есть свой путь. И он любит так Бога, как он его любит, как ему чувствуется в сердце. Давайте немножко с вами пообщаемся, потому что я уже давно говорю. Нам нужны сейчас отношения какие-то, поэтому... Ну, давайте вы, раз вы первые подняли руку, давайте. Да, вот вы. Туда микрофон назад. А лучше бы у нас кто-то носил микрофон, если есть у нас кто-то из организаторов. Как долго передавать? Я так не пойму. Я половину понимаю, половину нет. Переводчиком надо. Нет, нет, все нормально, это хороший язык, красивый украинский. У меня, кстати, все сотрудники мои, вот самые лучшие мои помощники, в том числе Олеся, вот, Власенко, а это все украинцы. Меня вот окружают только украинцы. Очень талантливые люди, помогают мне во всем. И когда они шутят со мной, они шутят на украинском. Я смеюсь, украинский очень такой юморный язык. Они вот по-русски не шутят, никто только по-украински со мной говорит, я вот там укатываюсь. Но сейчас-то мы не шутим, правда. Смотрите, сейчас вопрос по теме. Муж очень долго сидит здесь, где-то лет 10-15. Он, ну, как бы, борется, пьет, как ветки, дегрессант приходит к плечу. Ну, вот, как бы, все силы напасны, у него очень сильные страдания. Он вас будет слушать, если я дам совет? Будет делать, как я скажу? Я надеюсь, что да. Первое. Надо начать ходить в лес, в парк, к воде, идти, идти, идти. Проходить километров по 7 в день, как минимум. С утра надо это делать. И так надо делать месяцев 5-6. Вот каждый день просто гулять, идти, идти, идти. Просто идти, да. И в это время очень важно, когда человек идет в это время, он как бы идет, он дышит природой в это время, он как бы оживает. И когда он идет, то в это время очень важно найти себе что-нибудь, что ты будешь повторять. Я желаю всем счастья, какую-то молитву, какой-то настрой, ну, позитивное что-то надо повторять. Вот идешь и повторяешь, можно шепотом, можно чуть слух, но обязательно не просто идти, потому что если ты не будешь ничего повторять, значит тогда твой ум будет что-то повторять и будет тебе говорить всякую чушь. И тогда победы не будет. Победа означает, ты двигаешься, потому что когда человек двигается, включается разум. Понимаете, да? Нужно движение, действие, действие включает разум. Лучше всего включается он в неподвижном положении, но тогда ты действуешь ртом, тогда ты произносишь звук. А если ты не умеешь молиться, тогда надо идти. Или бежать, если у кого-то сил много, он бежит, бегом занимается. Или плыть, там кто-то плаванием занимается. Но человек должен контактировать с природой. И в это время нужно повторять молитву или настрой какой-то благоприятный. Я желаю всем счастья, то есть от себя отрываться. Пусть у всех будет хорошая жизнь, пускай будет мир на Украине. Но что-нибудь, понимаете, повторяй, что-нибудь не для себя. А если вот, может, как раз сил вообще очень мало? Вот надо заставить себя двигаться. В этом заключается победа. Нет сил, вставай и иди хотя бы 100 метров в день. Потом 200 ходи, потом 300 ходи. Первый контакт, это контакт с природой. Земля, деревья, солнце, воздух. Это первое, что дает жизнь человеку. Вторая стадия. Когда он окрепнет, станет крепче, через полгода, произойдет через полгода, нужно найти друзей или слушать лекции. Нужен контакт с людьми, с теми людьми, которые тебе хотят помочь. Вот на второй стадии очень хорошо, когда у тебя появляются силы. Некоторые люди прямо в лекциях спят. У меня такое время было, когда я обрел знания. Я слушал, я спал с наушниками, понимаете. То есть я не хотел отрываться от голоса. То есть я спал, слушал. Мне нужен был контакт постоянно. И не хотел расставаться. И сейчас я тоже на ночь даже включаю голос наставника с молитвой. Я даже до сих пор ничего не поменялось. Я сплю, а он просто продолжает молиться. Я просыпаюсь ночью, и он слышит этот голос. Молитву, что-то, что ему нравится. Неважно, то есть, вот что бы он слушал, что ему нравится, только связано с возвышенным сознанием, что-то с Богом, с самосовершенствованием, что-то такое. Это вторая стадия. А третья стадия победы над собой, это уже молитва. У человека появляются силы, у него более разум крепнет, он начинает уже читать молитву сам. Сначала природа, потом люди, потом Бог. Этот метод стопроцентный, он работает всегда. Я даже, когда был в стрессе, это было 10 лет назад, я уже читал лекции в это время, сам попал в стресс. Вот, очень сильно, я думал, что у меня такого не будет, но очень сильный был стресс. И я первое, что сделал, я начал по лесу гулять. Хожу, хожу по лесу, бегать, гулять по лесу начал. И все, силы пошли восстанавливаться. Классика жанра, это всегда так работает. Потом я начал лекции лучше воспринимать, начал слушать. Потом все, молитва пошла, и все, и победа. Большое спасибо. Но сначала вы должны поверить, что у него все будет хорошо. А чтобы вы поверили, для этого требуется следующее. Вы должны сесть перед алтарем, включить голос возвышенного человека, молитву какую-то включить и начать молиться вместе с ним. Первое, что у вас произойдет, в сердце появится спокойствие по поводу этого человека. Второе, вы сможете на него влиять. То есть вы ему говорите, сейчас вот вы скажете ему, до него вообще, то есть далеко. Звук не подействует на вас. А если вы так проделаете такой путь, на второй стадии вы говорите, он реагирует. А на третьей стадии он не просто реагирует, а вдохновляется, измениться в вашей молитве. Понимаете? Потому что люди думают, как мне ему помочь. Чтобы мне ему помочь, нужно проделать путь в сердце определенный. И это путь вашей судьбы уже, не его. Это ваша судьба ему помочь. Поэтому переживайте, что вы не можете помочь. Это ваша жизнь уже. И вы должны этот путь пройти. У вас тоже стресс идет из-за того, что вы не делаете свою дорогу, не проходите в жизни. А чтобы вы меня услышали, это мой путь. Я сейчас эту дорогу проделаю. Просто я уже за то, чтобы вам помогло, молился с утра. Я когда утром молюсь, я настраиваюсь на лекцию, на весь зал и пытаюсь помочь заранее всем. Я свою работу уже выполнил в какой-то степени. Потому что вы меня слышите сейчас. Это вторая стадия уже. Будете вы это делать или нет, я не знаю. Посмотрим. Сейчас вижу, что сомневаетесь, потому что не будете. Будете? Постараюсь. Видите, она не будет, но обещает, что будет. Я так интригую, интригую вас, чтобы вы сделали на самом деле. Вот мужчина в желтом посередине. Микрофончик передайте, помогите, пожалуйста, чтобы туда он добежал. Ничего, что мы общаемся, да? Интересно же. Мы углубляем тему. Некоторые не любят слушать, когда ответ на вопросы. На самом деле практика важнее даже, чем теория. Да? Добрый вечер. Добрый вечер. Вы же сильный, я поэтому вас не спрашивал. Вы же мужчина. Добрый вечер. Добрый вечер. В общем, двух слов непостоянно. Десять лет назад я приехал в Киев из Краеват. Десять лет назад я приехал в Киев из Краеват. И я сам человек верующий, он просто лет уже в Кристианстве. И познакомился с друзьями, мы создали компанию, потому что это было три года. Две года мне получалось работать и хорошо пройдематься. И где-то полгода назад? Не, не. Не полгода назад, это было восемь лет назад. А, это так давно было, да? Да, это было давно. То есть, если я туда приехал... Ага, все, вижу, вижу этот период. Но вы уже его преодолели, не знаю, почему вы меня спрашиваете. Все уже прошло. Сейчас расскажу. Вот в последний год у меня был очень такой настойчивый в плане практики духовной. То есть, у меня много... Я акцент на посты. То есть, от посты, например, 20 дней, например, молюсь, много часов прощаюсь, потом проходит несколько месяцев, опять то же самое. И когда пост приближается к завершению, я чувствую мир, сперва, радость, уверенность, что все получится, что все здорово, что сейчас вот пойдет. Вот проходит, я как бы чувствую, что это есть, а реализации в жизни не видно, что все происходит. Супер, отлично. Спасибо вам за этот анализ. Все слушайте внимательно. Это очень ценная беседа сейчас идет. Проходит 2 месяца, я думаю, ну, еще раз, значит, нам сделать дальше. Как вы, детка, кроме, говорили, в прошлом, вчера, дальше, значит, следующий этап. Ну, опять, я думаю, после того, что все происходит, опять, я чувствую, что вот, все класс, все хорошо. Спасибо, спасибо вам. Вы очень ценную беседу подняли, очень ценную. Я вам очень благодарен. Вот смотрите, это уже детализация процесса. Он с помощью молитвы выходит на первую стадию победы над судьбой, в сердце становится хорошо, чувство, что все будет нормально, препятствия нет. Вот между этой первой стадией и победой над судьбой существуют еще две, которые на первой стадии не видны. Вот вы все сделали, свою работу сделали, да, и думаете, где же победа? Почему нет? Замечательно. Чтобы перейти на вторую стадию, я сейчас объясню вам теперь, как переключается краник с первой на вторую. Здесь нужно сделать определенный рывок, и этот рывок уже делается не в молитве. Вот смотрите, вы на второй стадии начинаете совершать действие, которое раньше неподъемное было. Ну, то есть вы хотите опять организовать свое дело. Это действие для вас сейчас неподъемное. Вы его просто делать начните, и когда вы начнете, делать, вы потом будете молиться не за то, чтобы у вас получилось это действие, а за то, чтобы вы смогли его делать. Это совершенно разные вещи. То есть вы уже действуете, и вы чувствуете в действии препятствие. В действии препятствия идет. Это вторая стадия. И вы дальше опять совершаете посты, те же самые, у вас все классно получается. Вы начинаете совершать посты, делаете молитву, но уже направляете не в спокойствие сердца, что у вас получится, а в конкретное практическое действие, которое вы совершаете. И вы молитвой будете это действие преодолевать уже. То есть если я правильно понял, мотив, вот этот вот поменять, но правду, само по слову и так далее, продолжая дальше. Есть мотив правильный, просто у вас нет опыта. Вы думаете, что должно само все прийти. А надо не ждать, а просто идти в бой смело. То есть идти и пытаться сделать это все своими руками. Идти вот несмотря на то, что ничего нет. Просто делайте то, что можете. Идите вперед просто, действуйте. Но действуйте не своими силами. Прежде чем действие совершить, вы должны это действие в сердце вымолить. Ну то есть в молитве его совершить сначала в отношениях с Богом, а потом уже в живую. И вы будете видеть, как у вас пошло сдвигаться. То, где там, где раньше вы не могли договориться, что-то сделать, это становится получаться. Потом дальше и так далее. И потом будет третья стадия, знаете какая? Вы будете уже развиваться в деятельности, она уже придет к вам, вы будете в ней развиваться тоже с помощью молитвы. И каждый маленький шажок будет через молитву проходить. А потом все это закончится и у вас будет нормальная жизнь. Я могу сказать, но это вам повредит. Я могу вам сказать, что вы уже практически на 70% победили свою судьбу. Я хочу продолжать с вами беседу сейчас. У меня есть что вам сказать. Вы практически на 70%, даже где-то 75%, вы уже победили свою судьбу. Плохой период у вас закончится, должен закончиться через два с половиной года. Этот на самом деле, вот этот период плохой, он длится где-то около пяти лет. То есть до этого у вас что-то было, потом все опять пропало и уже так надолго. Где-то четыре с половиной года. И вы можете до окончания этого плохого периода полностью восстановить всю свою нормальную жизнь. У вас уже есть на это полная сила. Я уверен, что вы можете это уже сделать через два, три, четыре месяца. То есть вот прямо сейчас вы начинаете, включаете вот такой процесс по полной программе. И у вас вы пробиваете судьбу. А когда вы один раз ее пробьете в своей жизни и почувствуете победу, она вас уже никогда ломать не сможет. Понимаете? Вы уже будете метод знать, и вы опять то же самое будете делать вновь и вновь и вновь и вновь. Просто, значит, ну, вы уже все сделали практически. Вы весь путь прошли. Просто есть молитва в сердце, которую вы освоили очень сильно. А есть молитва в действии. То есть, или это называется преддействие. То есть, вы еще действия не совершили, но вы думаете о действии и молитесь в это время. Я так делаю перед каждой лекцией. То есть, я молюсь не о том, чтобы лекция хорошо прошла, а я вхожу в контакт с людьми, как будто я уже ее читаю. И начинаю вот в молитве пробивать вот ситуацию, чтобы люди меня услышали. Потому что тема очень сложная и понять трудно. И поэтому я прохожу эту всю беседу еще в молитве. А потом, когда я уже беседую с людьми, то Бог уже помогает здесь. Понимаете? То есть, то, что непонятно было, человек понимает лучше, чем если бы он просто так со мной беседовал. Это второй, как следующий этап. Очень важный. Надо просто знать. То же самое, допустим. Ты помолилась, у тебя чувство, что муж вернется. Этого недостаточно. Дальше надо молиться для того, чтобы ты смогла с ним поговорить. Дальше ты должна с ним поговорить. И должна, потому что ты сейчас не можешь с ним говорить, у тебя или ругаться ты будешь, или обижаться, или вообще ни слова не сможешь сказать, тяжесть на сердце, обида, что он такой поступок совершил. А надо молиться дальше, и ты сможешь ему сказать слово. Ты начнешь с ним говорить, у тебя будут силы с ним говорить. на втором этапе молитвы а на третьем этапе молитвы он начнет меняться ты с ним разговариваешь то же самое все уже контакт есть и он начинает по-другому себя вести до этого как стена была ты разговариваешь вроде с ним ты можешь говорить но он не меняет свою позицию он не хочет возвращаться ничего и тут бац ты говоришь с ним и он поплыл он начинает как бы тебе сердце открывать говорит почему он так совершил такой поступок что с ним было почему так все происходит его жизнь начинаете отвервать сердце но считает что он никогда не вернется а ты продолжаешь свою молитву и дальше с ним общаюсь а он уже тебе жалуется на свою жизнь горит не здесь не лучше потом говорит можно я к тебе в гости буду ходить ну приходи вот а потом пришел и не ушел я вам рассказываю классику как это бывает понимаете так пробежит побеждается судьба то что было непреодолимо становится преодолимо поднимите руку у кого так было в жизни все это преодолелось вот пожалуйста есть такие люди в зале они прошли все эти этапы но хорошо ваш вопрос девушка да конечно почему не она поднимала руку и думала что я не спрошу я не хотел ее спрашивать потому что он так думал вот представьте что поднимает руку и думает так меня не спросят я смотрю на нее и думаю так и и не надо спрашивать а сердце подсказывает что это ее от нее идет а не от меня это ее идея что я не спрошу не моя говорите да микрофон есть микрофончик нужен так скажите мне о чем вы думали я вас прошу или не спрошу не ближе микрофон просто какая стадия пятая вина 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 чувствует что он не виноват вы муж и жена что ли с ним в чем проблема то было ну нормально это если не может так чё с ним обязательно вместе он же не муж ваш зачем вам вместе с ним ну вот это вы описываете явление времени сейчас правда это сатурн влияет лечение это неподвижное положение тела вы замираете стоя прямо стоите и стоите час-два молитесь неподвижно и у вас все вылечивается сначала тело затекает потом жар днем потом иголочки потом легкость потом дальше плавание или вода в воде находиться просто сидеть в воде долго в теплой 40-50 минут можно раза два в неделю убирает вот этот вот влияние сатурна плохого иногда пост если человек чувствует что пост ему хорошо пост тоже разрушает силу сатурна плохую и когда человек вот постится стоит неподвижно он что обретает способность чувствовать время вот вот то что вы сейчас описывали олег геннадь вот это вот это вот это все вы просто жалуетесь на время в это время бы мне говорить олег геннадь не понятно что происходит все понятно так действует время она вас нагнетает обстановку нагнетает нагнетает делает жизнь невыносимой а вы с помощью аскезы и молитвы возвращаете все назад то есть вы неподвижно стоите молитесь слушайте голос святого человека постепенно все возвращается на сад машины не угоняют ничего не происходит а непонятно я просто вам говорю что надо вот так делать вот вам благословение сейчас тяжело просто нужна помощь засушить и будете молиться вспоминать наш бесед